Пусть n натуральное число, а любое целое число взаимно простое с n, гауссовой суммой будем называть вот такую личину. Напомню, е в степени ифи это косинус фи плюс и синус фи. Для краткости будем обозначать е в степени 2пи разделить на n буквой дзида. И тогда вот такая сумма дзида в степени ах квадрат. Оказывается, модуль этой суммы это корень из n, если n нечетное число, 2 корня из n, если n делится на 4, и 0, если n дает остаток 2. То есть если n на 4 не делится и при этом нечетным тоже не является. То есть ответ очень понятный, простой. Давайте вычислять. Квадрат на уголе это произведение числа на сопряженное. Сопряженное для числа косинус фи плюс и синус фи. Это косинус фи минус и синус фи. То есть сопряженное для дзида это 1 дзида. Здесь пишем минус ай квадрат, перемножаем. И у нас получается ах квадрат минус ай квадрат. Теперь смотрите. Х и у независимо пробегают полную систему мычетных по лодку ряда. Давайте обозначим х как у плюс z. Тогда z тоже пробегает полную систему вычетов. И можно от х избавиться, вместо х написав y плюс z. Раскрывая скобки и вычитая, получаем а умножить на 2yz плюс z квадрат. Эту двойную сумму давайте распишем так. По z, а каждый раз там вот такая сумма. То есть а z квадратов отсюда пришло. Ну а здесь 2а z. Смотрите, когда мы взлопим такую сумму, то z постоянная некоторая величина. И здесь сумма степеней какого числа? Числа z в степени 2а z. Дальше все зависит от того, вот это вот самое z в степени 2а z. Единица или не единица. Когда вы рассматриваетесь в какой-либо единице, то когда вы суммируете его степени, если это число не равно единице, то получается 0, потому что сумма векторов, идущих в крошину правильного многоугольника, это 0. А если это единица, то, естественно, будет единица. Итак, смотрим. Пусть для начала число n не черное. Тогда двойка, что-то к этому делу не относится. То есть, чтобы это было единицей, нужно, чтобы 2а z делилось бы на n. А будет взаимно просто с n. Если n не черное, то двойка тоже взаимно просто. И значит просто z должно делиться на n. Проще говоря, z равно n. И тогда каждая из слагаемых будет равно единице, в сумме их n штук, значит, здесь будет n. Именно для z равно n. А здесь у нас будет z в степени а, n в квадрат. Мы помним, что z в степени n – это единица. И знаете, получилось число n. Это в точности соответствует тому, что для нечетного n мы обещали доказать, что модуль а в корню из n. То есть, в модуле в квадрате это n получилось. Отлично. Теперь пусть у нас число n является черным. Давайте обозначим. n – это 2k, где k – какое-то натуральное число. Тогда смотрите. Нужно, чтобы 2az делилось бы на 2k. Что это означает, если вы помните, что az – это просто с n. Это означает, что z – это или k, или 2k. Замечательно. То есть, все эти суммы будут нули, кроме двух. Давайте в явном виде это выпишем. То есть, вместо z подставляем k, будет z в степени а, k в квадрате. Вместо z подставляем 2k, ну, собственно говоря, будет единица. Значит, будет плюс 1. Теперь вариант. Если число k черное, то k в квадрате делится на 2k. И тогда здесь будет тоже единица, и получается 2, а 2n – это вот, когда модуль в квадрате равен 2m, значит, модуль сам равен корень 2m. Как-то собирались так, а сказать. Ну, и последнее. Если k – нечетное число, тогда очень важная вещь. Когда число k нечетное, то k в квадрате минус k делится на 2k. Просто потому, что это k умножить на k минус 1, а k минус 1 делится на 2. Значит, k в квадрате сравнимо с k по модулю n. И мы можем здесь написать не k в квадрате, а просто, напросто, k. z в квадрате – это минус 1. И а – нечетное число, потому что оно было взаимопросто с числом n. Минус 1 в нечетной степени – это тоже минус 1. минус 1 плюс 1 – это 0. Но, собственно, все доказано. Мы с вами доказали формулу для модуля гауссовой суммы. Мы нашли модуль s, где s – это была сумма выражения вида z в степени a x2. Если число n нечетное, то благодаря методу выделения полного квадрата этот факт, то есть вот эта верхняя строчка, верен не только, когда суммим a x2, но и a x2 плюс b x. Смотрите. Если n – нечетное число, и число a взаимопросто с n, то, когда у нас есть вот такая сумма, можно найти такое число c, что b сравнимо с 2c, просто потому что 2a взаимопросто с числом n. И тогда a x2 плюс 2cx можно прибавить a c2 и вычесть. Получится вот так. Обозначая x плюс c буквой y и вынося z в степени минус a c2 за знак суммы, мы видим здесь уже известную нам величину, а здесь число по модуру равен единице. Значит, действительно, модуль равен корню без n. Модуль равен корню без n. Модуль равен корню без н.